Во время сна, когда органы чувств физического тела отдыхают, выключаются, чем мы видим, слышим, разговариваем, осязаем во сне? Видите, какой человек очень думчивый, изучает эту тему. Вот смотрите, есть ухо, это орган чувств, а есть чувство слуха. Чувство слуха принадлежит уму, оно не принадлежит телу. Чувство слуха действует без грубого тела. Есть люди, у которых уши не работают, но они слышат, тонким чувством слышат. Ванга, у нее глаза не работали, она видела без глаз, это тонкое чувство. Тонкие чувства принадлежат уму, когда тонкое тело выходит из грубого, человек оставляет тело. Все тонкие чувства включаются без грубого тела и также видят, слышат все то же самое. Но без грубого тела. Чувства, уши нужны для того, чтобы тонкое чувство вывести из тела наружу. Тело как мешок. Чтобы он жил, активно функционировал, этому мешку нужно, чтобы чувства как-то функционировали. Поэтому приспособления есть в мешке, которые вот слышат, приспособления, которые видят, которые нюхают. Которые чувствуют вкус. И кожу, которую чувствуют. Приспособления. Это приспособления просто, понимаете? Но чувство тонкое. Оно не связано с грубым телом никак. Оно вне грубого тела существует. Расскажите про пост на Малаке завтра. Завтра время лекции по моим лекциям. У меня очень плохая память. И у меня. Хотя возраст небольшой. 44. У меня тоже. 48. Небольшой. Я очень плохо помню, если у вас 64, тоже небольшой. Всегда возраст небольшой. Вот. Я очень плохо помню, чтобы в детстве, в школе, хотя училась хорошо. Я тоже плохо помню, что было в детстве, в школе. Хотя учился средне. Как тренировать память? Какие аскезы нужны для тренировки памяти? Память всегда тренируется с помощью привлекательности. Когда человека что-то привлекает сильно, ум это запоминает. Если насиловать память, я в институте насиловал память. Пытался заставить себя учить занятия. Все вылетало из головы, как пробка просто вылетала. И я понял, что надо просто заинтересоваться чем-то. Надо, чтобы... И вот я смотрел на учебник по анатомии и думал, что же мне тут нравится. Это анатомия сначала. Потом я узнал, что это мангала-чарана называется. Ведической культуре называется мангала-чарана. Что такое мангала-чарана? Мангала означает что-то сладкое, благоприятное. Это предварительный этап. Перед тем, как спектакль сыграть, артисты выходят и рассказывают, как это было. Мангала-чарана. Они заинтересовывают спектакли зрителей. По спектакле также они кланятся, на сцену выходят. Еще раз увеличивают эффект. Мангала-чарана. Улучшаются близкие отношения интимные со зрителем. Часто после фильмов показывают, как это снималось все. Это называется мангала-чарана. Для чего? Чтобы это укрепилось память об этом фильме. Ты вспоминаешь потом это. Как это было. Мангала-чарана. Точно так же, когда ты учишь что-то в школе, нужно сначала заинтересоваться этим. Я брал он томичку, атлас анатомии, и думал, замечательно. Какое красивое строение. Так интересно эти мышцы. О, как красиво все. Некоторые вещи хотелось сразу изучать. У женщины, например. Всякие вещи хотелось сразу изучать. Интересно было. Все запоминалось сразу. Ну, часто у человека есть какие-то природные склонности что-то запоминать, изучать. Такое вожделение называется. Вожделение. Я пытался точно так же мышцы. Какие красивые мышцы. Изучать все пытался. Когда я себя привлекал, то я запоминал. Не привлекал, не мог запомнить. Так любой предмет. Геморрой. Замечательно. Замечать геморрой. Вот. Что это такое? Надо изучить. Мангала-чаран. Если память плохая, нужно перед тем, как запоминать, привлечь ум. Тогда он все запоминает. Привлекательно должно. Вот у вас 100% запомнится этот фестиваль на всю жизнь. Потому что очень много привлекательных вещей. Чебурашка выходит такой. Дракончик всех обнимает на улице. Понимаете? Это же необычные вещи. Они привлекают ум. И вы, когда будете домой ехать, будете вспоминать. Чебурашка. Дракончик. Я скоро к вам опять приеду. На-на-на-на-на-на. Кто из вас скучал по фестивалю благости? Был на фестивале и скучал? Да? Остальные все будут скучать. Не получается почувствовать связь с Богом. Так это самое сложное вообще в жизни. Его присутствие в сердце через молитву. Отче наш. Иисусова молитва. Так, мои хорошие, это же самое сложное. Связь с противоположным полом вот так вот. Мы же для этого родились здесь. Собачке не надо учиться бегать за самкой. Это само собой происходит. Я видел такую картину на улице. У собачки две лапки, передавила машинка, и она такая, у нее две лапки дволочатся сзади. А на двух передних она бегает. Научилась на двух передних бегать. Такая энтузистичная собачка. Вот, самец. И пробегала самка, другая собачка. По асфальту это все происходило. И этот самец, он почувствовал самку. И побежала двумя передними лапками за самкой. С такой быстрой скоростью. А задние лапки об асфальт, как наждачкой терла. И пошла вот эта полоса крови оттуда вот такая. А эта собачка ничего не соображала. Она бежала, она не чувствовала крови, что она натирает себе задние лапки, потому что Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Это манит очень сильно все. Противоположный пол сильно манит. Постоянно. Но святость не манит. Потому что это освобождает от этой карусели. Понимаете? Это сдать экзамен надо. Если вы почувствуете Бога во время молитвы, это и есть цель молитвы. Мне надо было 10 лет молиться, чтобы начать чувствовать связь с Богом. 10 лет интенсивной практики духовной и начала чувствовать связь. А вы прямо, оп, начала молиться, все. Сначала люди интересными вещами занимаются. Они тебя чувствуют святыми сразу. Я, когда духовной практикой занимался, мы собирались вместе и обсуждали, к кому сколько раз Иисус Христос приходил. Один ученик подходит к своему духовному учителю. Это в нашей духовной традиции такая история. Подходит к своему духовному учителю и говорит, «Вы знаете, я во время молитвы, у меня слезы из глаз текут, дрожь по всему телу, волосы дыбом встают. Такое счастье испытываю, воспеваю молитву». Духовному учителю сказал. Он тут посмотрел на него и говорит, «Не волнуйся, это скоро пройдет. Продолжай». Это просто Бог дает взятки. Он дает такие чувства духовные очень сильные. В самом начале духовного пути. Потом человеку самому приходится этого добиваться с большим трудом. Только чистая возвышенная душа чувствует святость очень сильно. Все остальные пытаются ее почувствовать, плачут по святости, молятся, хотят почувствовать ее. Само стремление очищает сердце уже. Есть три стадии молитвы. Первая стадия – оскорбительное повторение молитвы. Человек повторяет молитву, но в это время сомневается во всем. Даже оскорбительное повторение молитвы приближает человека к правильному повторению молитвы, если человек продолжает этот путь. Он сомневается, ему невкусно повторять молитву, но он продолжает. Когда человек привязывается к святому человеку, начинает чувствовать святость в других людях, то наступает вторая стадия молитвы. Человек чувствует тень молитвы. От других людей он молится так же, как тот. Он берет, не свою молитву читает, а читает, думая о нем, читает его молитву как бы. И перенимает его чувство духовное. Это отраженная молитва, это вторая стадия молитвы. И когда человек начинает своим чистым, очищенным уже сердцем, вот эта отраженная молитва, она избавляет человека от грехов и отправляет уже в духовный мир человека. Даже отраженная молитва отправляет человека в духовный мир. Что уже говорить о чистой молитве? Когда человек свою молитву, свой контакт с Богом устанавливает, то сердце в это время уже свободно от грехов. И это очень высокий уровень развития личности в целом. Это уже уровень святости. Высокий уровень святости. Хотя бы одного чистого повторения молитвы достаточно, чтобы человек отправился в духовный мир. Это возникает стойкая связь с духовным миром. Человек уже тут по этой дороге уже летит просто с огромной скоростью. Поэтому у вас все впереди. Или правильно молиться на первом этапе тем, кто ближе к людям, духовным, наставникам. Да, вот так и надо молиться. То есть надо включать голос наставника своего, слушать этот голос и вместе с ним молиться. Я до сих пор так делаю. Включаю голос наставника и вместе с ним молюсь. Все. Думать о нем, слушать его, думать о его предности Богу. И это даст возможность очень сильно культивировать молитву, несмотря на грехи в сердце. Человек может быть, жить своей жизнью или чужой жизнью. Когда он живет чужой жизнью, перенимает чужую судьбу. Мы имеем право это делать. У нас это заложено. Поэтому, когда человек живет жизнью своего наставника, то он святой жизнью начинает жить. Он уже не своей жизнью, и своими грехами, а он живет святой жизнью, жизнью своего наставника. Думает о нем, всегда хочет выполнять его наставления. Всегда живет его поступками, его событиями, как он живет. Все, это совершенство жизни уже. Еще немного пройдет времени, и вы очиститесь от всех пороков. Полностью. Мы очистимся. Немножко взлетело. Если бы жена здесь была, она бы сейчас так посмотрела. Строго очень. Мне 30 лет. Я не замужем. Кто спрашивает? Где девушка? 30 лет не замуж. Есть? Стесняется. Все незамужние мужчины сразу стропенулись. Я для них женатый. Сразу решил скрыть ситуацию. Работаю врачом. Надо же, не замужем еще. Врач. Несколько раз пробовала пробовала найти работу с меньшей занятой. Ничего не получается. Стоит ли продолжать усилия дальше и положиться на Бога? Не надо никаких усилий. Просто молитесь побольше. Занимайтесь духовной практикой. Встречайтесь. Ищите общение духовного. Допустим, в вашем городе у кого маленький город и не с кем общаться. Поднимите руку. Замечательно. Берете, открываете клуб благость в своей квартире. Ставите на сайте телефон. К нам на сайт заходит 5000 человек в день. В контактах находится, в группе в контактах находится до 200 тысяч человек сейчас. Во всех группах контакт 200 тысяч человек. 100% кто-то еще уже в вашем городе есть. Вы оставляете данные на сайте, ваш телефон и город будет высвечен. Люди заходят на сайт, смотрят, в моем городе есть кто-то? Есть. Вот телефон. Звонят. Все, познакомились. Пришли к вам в квартиру. Так вы организовываете себе общение. На своей же квартире. Очень простой метод. Каждый день проводятся встречи в клубе благость, обсуждают, как организовывать. Это межконфессиональное мероприятие. Клуб благость может приходить люди разных вер. И правило такое. Каждый может говорить своей реализацией духовной, но никто не тащит себе в свою веру никого. Если кто-то хочет какую-то свою веру, то его отправляют туда. Иди там, общайся. А в клуб благость предназначен для всех подряд. Скажите, вы были православным. Я не был православным. Я интересовался православной верой. И ездил в Сергий в Посад. Там на ночные бдения оставался. Мне было тогда 18 или 19 лет. Я просто искал. Не был православным. Я просто искал, изучал, читал жития святых православных. Ну, изучал, интересовался. Не был православным, но изучал эту культуру, пытался понять. Искал Бога просто. Возможно ли перейти из одной религиозной традиции в другую? Мои хорошие, если у вас возникает такой вопрос, значит, у вас никакой религиозной традиции не было никогда. Никогда не было. Есть религиозная культура, в которой живут люди, а есть вера. Это разные вещи. Когда человек поверил в Бога, он уже не может никогда этого забыть. Человек, когда вошел в отношения с Богом, он где бы ни был, в какой религиозной культуре, его будет привлекать только его вкус духовный. Он никогда никуда не свернет. Если вас куда-то манит по сторонам, значит, у вас никакой веры нет. Вы просто в религиозной культуре живете в какой-то и все. Вера это удивительное чувство. Оно горит в сердце огнем. Человек не может от него отказаться. Это невозможно сымитировать. Понимаете, когда человек верит в Бога, у него отпадает вопрос куда-то бегать и прыгать. Если у вас нет веры в сердце и вас куда-то манит, честно себе скажите, у меня нет веры. Изучайте все. Чего вы беспокоитесь? Богу все равно в какой вы традиции будь духовно. Но поменять веру невозможно. Вот меня никто не заставит поменять меру. Меня хоть просто пили, сжигай, мучай. Но при этом я могу войти в храм любой православный, мусульманский, буддийский и буду слушать службы, смотреть, радоваться тому, как люди поклоняются Богу в полном состоянии счастья. Без проблем. Без всякого страха. Мне очень нравится все. Я очень интересуюсь. Но это не значит, что это моя вера. Вера это, знаете, вот как человек любит одного человека. Много красивых девушек может быть, но одну только человек любит. Так и вера тоже. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Сердце тебе не хочется покоя. Вера это вот это чувство, понимаете? Сердце как хорошо на свете жить. Вера вот такое чувство, понимаете? Если у вас есть такое чувство, вы никогда не будете бегать в другое место. Никогда. Это невозможно. Поэтому если у вас нет такого чувства, ищите свою веру. Бог за это не ругает никого. Ищите свою веру. И никогда не думайте, что человек может предать свою веру. Вера это выше, чем любовь к женщине или к мужчине. Тысячу раз выше, тысячу раз сильнее. Невозможно поменять веру. Невозможно. Все православные люди, когда был спектакль, они просто вот на крылышках подлетели в это время, почувствовали свой вкус духовный, они обрадовались, почувствовали свою культуру, им так хорошо стало. Поднимите руку, кто почувствовал это? Вот это верующие люди, все. Вот это вера, все. Невозможно поменять. Мое. Да? Да? Буду. если знаю. Если дадут, повторяют, скажем, о, отлично, буду повторять. Ну, буду креститься, а что? Что-то такого. Нормально. Если крутиться будут в танце, меня будут учить, допустим, суфийская вера, они крутятся вот так в танце. Тоже буду крутиться. Я хочу. Мне хочется с Богом быть по-разному. Мальчик может переодеться в девочку, как девочка с папой играться. Он любит папу. Ему все равно как. Ему интересно все. Буду обязательно. Мне нравится. Но вы не будете. Знаете, почему? Что у вас нет веры еще? Когда у человека нет веры, он как идеалист действует. Он идеализирует все и говорит, вот это мое хорошо, все остальное фигня. Это значит, что веры нет еще. Понимаете? Когда вера в Бога появляется, человеку все, что с Богом связано, нравится. Он приходит в храм, чувствует Бога, все. Его сразу раз и растворило. Ну хорошо. А если у вас нет такого чувства, вы так брезгуете чужой традиции, у вас нет отношений с Богом пока нет отношений с Богом. Я не считаю, я вам говорю, как я чувствую. И это правда. Отлично. Нормально, отлично. У меня есть один знакомый в Индии, у него на алтаре стоит Иисус Христос, Будда там всех поставил на алтарь и поклоняется всем сразу. Но у него есть своя вера, есть свои отношения с Богом, но он всех любит. Всех. И я хочу так верить Бога. Если мне говорят, плохо, так, не надо. Не хочу так. Это противно, бескультурно, понимаете? Это значит, что я Бога не уважаю во всем его красе, понимаете? У меня дома икона есть Святой Матроны. Мне на лекции в Москве каждый день приносят цветочки от Святой Матроны одна девушка православная. Это самый дорогой подарок для меня. Вот мне приносят разные мои традиции, там разные изображения. хорошо, но когда приносят от Матроны от Святой мне цветочек, иконку ее приносят, это для меня самый дорогой подарок. Разок мне с Голгоф и привезли священную землю, масло. Знаете, когда люди другой традиции тебя любят, это такое благословение, такое счастье вообще, просто необыкновенно испытываешь. Я когда в Уфу приезжаю, обязательно останавливаюсь в доме одной мусульманки. На Коран, на родном читает, на арабском языке Коран читает. Ходит на мои лекции, приходит мусульманских одежда красивых, садится посреди зала, красивая величественная женщина, мусульманка. Все раз-таки замирают рядом с ней. Приходит на лекцию, слушает в Уфе мои лекции. Я на нее смотрю, ей лекции читаю, она самая такая привлекательная очень. Этот человек верующий в духовных одеждах, он очень привлекательный, хочется для него все делать. В Дружевске я приезжаю, останавливаюсь в доме очень серьезных православных людей. Они богатые, небольшой дом, они мне выделяют место там, там иконы везде православные. Очень замечательно, очень хорошо. Я люблю, мне очень нравится духовная культура, людей, любой традиции, мне очень нравится. А если я в сердце нахожу, что мне что-то не нравится, я на следующий день сажусь и начинаю молиться Богу, чтобы Он изжил из меня зависть к духовным людям. Эта зависть это страшная вещь, она мешает духовно развиваться, и я изживаю эту зависть в своем сердце. Если мне что-то не нравится в другой вере, это значит, что я грешник, греховно настроенный человек, страшная вещь, начинаю молиться и изживаю эту зависть, злобу к религиозным людям, другой веры в своем сердце. Да.